В Югре стартовало первенство округа по лыжероллерам. В Ханты-Мансейск приехали более сотни юных спортсменов из девяти муниципалитетов. Соревнования пройдут в три дня. В первенстве принимают участие юноши и девушки от 14 до 17 лет. Им предстоит пробежать дистанции классическим и свободным стилем, а также кросс. Подробнее об этом в репортаже Софии Саак. Ульяна Варанкина одна из тех, кто пришла в спорт по своему желанию, а не по воле родителей. В семь лет она увидела, как незнакомая девочка катается на лыжах. С тех пор этот вид спорта ей очень полюбился. В свои 15 лет Ульяна уже имеет много наград. Но больше всего она мечтает об олимпийской медали. В сборной округе я уже три года. И мне очень нравится лыжный спорт, потому что, ну, так как, ну, это интересно. Как? Я не могу это точно объяснить. Не описать это словами. Это надо все пробовать, учиться. Примерный смысл этих соревнований – это когда перед началом учебного сезона, окончание подготовительного сезона, посмотреть, как прошла работа, как ребята, девчата подготовились. И вот это как подведение итогов подготовительного сезона. Программа первенства началась с гонки классическим стилем. Первыми на старт вышли девушки. У каждой свой порядковый номер. Спортсменки стартовали через каждые 30 секунд. Участникам предстояло пройти дистанцию в 4,6 километров. Ну-ка, давай, Сокинь, давай! Ну, справиться! Лыжероллеры – это и лыжи, и ролики в одном. Изначально они предназначались только для тренировок. А позже этот вид включили в календарь спортивных состязаний. В Югре уже стало традицией ежегодно проводить первенство по лыжероллерам. По словам спортсменов, скольжение на лыжах отличается от передвижения на лыжероллерах. Это и разные системы торможения, и разные скорости. На колесах юные спортсмены разгоняются до 20 километров в час, а на лыжах медленнее. Поэтому летом они всегда в касках. Летом очень опасно. Травма опасный очень, вид спорта. Специальная защита как бы есть, но она очень дорогая. Но если мы будем пользоваться наколенниками, налокотниками, они могут не спасти, потому что непредсказуемо, какой частью тела. Главная задача – не упасть, иначе последствия могут быть серьезными. На этот случай на соревнованиях дежурит бригада скорой помощи. Участники соревнований дисциплинированные, но бывают, за редким исключением, то есть ушибы, когда, например, трасса мокрая, то есть бывают ушибы, ссадины, такие как травмы, как переломы, то есть серьезные, бывают крайне редко. После финиша девушек на старт вышли юноши. Им предстояло пробежать 6 и 10 километров. Завтра соревнования продолжатся. Спортсмены побегут кросс. Завершит программу гонка свободным стилем, которая пройдет 26 августа. В тот же день состоится награждение победителей и призеров.